Мэрия Бешкека начала работу над концепцией дорожно-транспортной сети столицы. Планируется разгрузить основные трассы и создать новые. Всего отремонтируют 49 столичных улиц. В рамках этого проекта и плановой работы Департамента индивидуального жилищного строительства идет снос незаконных заборов. Как борются сотрудники муниципалитета с самовольным увеличением земельных участков за счет муниципальной территории. В материале Дианы Мамековой. Эти кадры недельной давности. Здесь, на улице Суванбердиева, сносят заборы. Их владельцы игнорировали не одно предписание Департамента жилищного строительства. В итоге, уже по решению суда, в присутствии судоисполнителя, сотрудникам муниципалитета удается убрать кирпичное ограждение. Сколько бы мы ни говорили, почему-то обещают, но так и не выполняют. Хотя мы не заходим на их частную собственность, это муниципальная земля, которая нужна мэрии для улучшения состояния города. Потом приходится уже принудительно сносить. Под снос попал и забор Шухрата Мухамедалиева. Он признает, что перешел красную линию. Несколько раз получал предписание, затем извещение суда. Выплатил 10 тысяч сомов административного штрафа. И готов был сам снести его. Мы здесь со соседей согласны. Мы вышли за линию. Это действительно, это правда. Дело в том, что почему-то выборочно. Если вот посмотрите, допустим, вот линия этих заборов, и там дальше, вот эта вся линия этих заборов, я не знаю, какое у них там идет судебное дело. Нет, не идет. Ну, у некоторых домов, у которых я спрашивал, у некоторых домов они сказали, что уже отсудились. Мне вот это тоже непонятно. Как они отсудились, то есть, что один дом останется, остальные снесут, вот это тоже непонятно. Наша работа направлена, то есть, работает в плановом и внепланном. То есть, внеплановые – это вот те улицы, где будет производиться строительство новых дорог. Но там, где не производится, мы все равно приводим, поскольку, как вы и сказали, не сегодня, а завтра, а на следующий год будет строиться. Соответственно, в каждом районе мы определяем улицу, плановую устанавливаем. Если там даже не будет строиться дорога, но мы приводим, поскольку нарушение есть нарушение. По данным Болотбекова, порядка 70% частных домов выходят за границу своей территории. Департамент ежедневно ведет борьбу с самовольным расширением земельных участков. Только в прошлом году снесено около 170 объектов. В этом же году в рамках плановой работы департамента и реконструкции столичных улиц сносу подлежат около 800 строений. Хотелось бы обратиться нашим горожанам, не увеличивать свои границы земельных участков и строить жилые дома в соответствии с разрешительными документами, поскольку это в первую очередь накладно будет им, поскольку им все равно нужно будет снести. Не сегодня, так завтра этот забор все равно будет убран. Больше всего правонарушения наблюдается в жилых массивах, где улиц практически не видно.